Гюрджан Каскад. Цанкацац Хамематуцун. Мерок Тинэ. Ливон Владимирович, 18 октября в Стамбуле состоится встреча в формате 3 плюс 3. Что думаете, какая польза будет от этой встречи? Будут ли обсуждаться армяно-азербайджанские отношения? Что даст эта встреча? Или очередная беседа стран? Дело в том, что действительно в интересное время мы наблюдаем эту встречу. Обстановка в регионе очень серьезная. Несомненно, будут обсуждаться проблемы региональные. Это Израиль-Иранский конфликт, события там с Саме. Израиль-Хамас, Израиль-Хезбулла, Израиль-Ливан. Наверное, это все будет обсуждаться. Ну, в принципе, мое отношение такое к этому 3 плюс 3, что там не 3 плюс 3, а просто 3. Потому что эти тройка что решит? Россия, Турция, Иран. Та тройка присоединится. Ну, вообще, будет ли тройка, поедет ли Грузия? Тоже вопрос. Почему этот формат 3 плюс 3 Грузия его игнорирует, в принципе? Ну, учащие Грузии очень интересно, потому что они отказывались в определенное время. Сейчас они решили присоединиться. Это в какой-то степени радует. Вот, что если мы хотим стабилизацию в регионе, то, конечно, без Грузии тут невозможно. Значение Грузии для нас очень большое. Вот, и об этом президент Грузии недавно помнит, что она заявила, что если погибнет Грузия, то будет трагедия для Армении. Затем это повторили еще раз. Если на выборах победит Иванишвили, то будет трагедия для Армении. Я не знаю, насколько это все сопьется в действительности, но почему-то вне 44-й войны они там не говорили о том, что если погибнет Армения, будет праздник на Майдане, в Тбилисском, для грузин. Это большая Ереванская площадь, так называемая. Поэтому то, что мы с Грузией обречены быть вместе, это немного ума надо, чтобы этого понять. Те грузины, с которыми я общаюсь, кстати, разделяют мое мнение, мы едины в этом мнении. Но в жизни бывают другие разговоры, но мне приятно, что там сознают, что мы взаимосвязаны. Потому что за последние десятилетия на шею простых грузин этот турецко-рабрянский хомут закинут и с каждым годом затягиваются. И мы уже наблюдаем, что в Грузии осознают эту опасность и делают определенные выводы. Спасибо грузинам. Что скажете о бесконечных обсуждениях вокруг мирного договора? Между Арменией и Азербайджаном, соответственно? Ну, вы знаете, противоречивая информация, да, все время наши говорят одно, даватьянцы говорят одно, звучит обвинение на обвинение. Знаете, это наша сторона, как можно сравнить, хлопают одной рукой, да, но перспективы в этом нет. Наши добиваются, чтобы под словом мир, мирный договор подписать. Всего лишь нам всего. В Азербайджан ставят совершенно другие условия, гораздо опасные. Опасные условия, смотрите, куда они заходят. Вот для того, что, типа того, признаете преступниками всех тех военных, которые участвовали в военных действиях. Ну, постоянно все новые и новые невыполнимые условия. В отношении на обвинение в Азербайджан и так далее. Очень много претензий, условий, и я не думаю, что в этих условиях мы можем мирный договор подписать. Я уже в этой судье говорил о том, что мирного договора с Азербайджаном не может быть, пока не решены проблемы. Мы загоняем в тупик и хотим, чтобы... Они все равно когда-нибудь это все скажут. Как можно подпишать мирный договор, когда оккупирована твоя территория, изданы более сотни тысяч армян из мест постоянного проживания, причем веками проживали. Это не те армяне, которые в Баку жили, понимаете, когда они тоже там веками жили, но это уже компактно проживающие армяне. Их оттуда... И исторически армянской территории. И международной оценки нет. Европа молчит, все молчат, понимаете. И Азербайджан злоупотребляет вот этим, эта обстановка, этим молчанием. Идет дальше. Кто из международных игроков, на ваш взгляд, сегодня более всего влияет на армяно-азербайджанскую ситуацию, пытается урегулировать конфликт, скажем так? Ну, дело в том, что в этом конфликт урегулирования заинтересованы, значит, Турция, Иран, естественно, Россия. Но каждая страна по-своему. У каждой страны свои интересы. О том, что некоторые наши политопозреватели, лидеры партии и так далее, навязывают нашему народу мнение о том, что Россия умывает руки отсюда, я склонен считать, что Россия не может умыть руки от Армении, потому что Россия, как некоторые здесь считают, хочет уничтожить армянское государство. Россия никогда не захочет уничтожить армянское государство, потому что, ну, давайте грубо, буферное государство, как минимум, мы для России представляем. Да, может быть, нам не нравится, что говорят, нас называют, могут назвать буферным государством или форпостом, но с точки зрения великой империи, оно так и есть, мы прикрываем границы с юга этой страны. И, естественно, именно поэтому и у России у нас интересы. Мы хотим рубить этот интерес в России. А кем заменить? Заменить снать курильской собакой, как, между прочим, заметили ли вы, Турция как будто все больше пытается курировать Армению. Вот некоторые примеры. отказалась от встречи со спикером армянского парламента председатель Мели-Меджлиса Азербайджана и тут же подобрал его коллега из Турции. Встреча с ним состоялась. В турецких эфирах все чаще выступают армянские политики, какие-то высокопоставленные чиновники. Армен Григорян совсем недавно давал там интервью и заявил, что Россия все больше покидает Армению и это как бы положительно влияет на обороноспособность Армении. То есть такое впечатление, что Азербайджан старается вести все более независимую политику, а Армению Турция пытается взять под свой колбак. Вы знаете, есть мнение разных аналитиков на этот счет, да. Ну, грубо скажем так, что идет небольшое перетягивание каната и Турция хочет воспользоваться этой ситуацией. Азербайджан более конкретные, жесткие требования, взгляды на перспективу. Турция хочет получить максимум того, что может получить. И наши подыгрывают больше Турции в этой ситуации, чем население Азербайджанов. Армения подыгрывает? Конечно, подыгрывает. Это руководство Армении, не Армения. Подыгрывает и за это пошляется. Понимаете, ордена не дают, но уже книги дарят. Это уже о чем-то говорит. Не только книги, по-видимому. Да, конечно. Там проблемы серьезные, интересы Турции я не думаю, что будут ограничены установлением каких-то нормальных отношений с Арменией, потому что как только будет нагнетание ситуации, изменение обстановки Аэргонии, Турция воспользуется этой ситуацией. Цель Турции уничтожить Армению. Это не Россия хочет, Турция хочет уничтожить. Каким образом? Это по-разному можно. Видите, как Аджария уже прибрали к рукам. А где гарантия, что после открытия границ нечто подобное не произойдет с Арменией? А по-вашему открытие границ в обозримом будущем? Ну, понимаете, кто думал, что в Тауши вот так легко и просто отдадут земли и это самое проведу, делимитируют и демаркируют в одной части границу. Но в данный момент тема делимитации и демаркации как-то отошла на второй план. Никаких новостей в этом плане нету, да? Почему? Делимитация, демаркация, но она тема актуальна. Ведь совсем недавно , значит, комитет скандал у нас и в парламенте, и за пределами парламента относительно рассмотрения положения о работе комиссии по делимитации и демаркации соответствует деконституционному нашей конституции или нет. Ведь в мировой практике такого нет, чтобы конституцию подгоняли под какие-то соглашения, договора. Договора подгоняют под конституцию, я так знаю. Я не юрист, но я всегда знал о том, что конституцию не подгоняют под что-то. Это что-то подгоняют под конституцию. А у нас подтвердили, что положение о работе комиссии по делимитации и демаркации соответствует нашей конституции. Игнорирует. Тем самым сила декларации о независимости и декларации. При этом я давал интервью голосу Армении, это опубликовано, и я знаю, что некоторые знакомы с этим выступлением, потому что с этой статьей у меня были звонки. И ведь не имея положения о работе самой комиссии, о самой комиссии, мы принимаем положение о работе комиссии по делимитации и демаркации. А комиссия сама как она была создана, состав, язык, финансирование, график встречи и так далее, права, обязанности, там все должно быть расписано. А тут все-таки отложили в сторону, перешли к работе по делимитации и демаркации, как она должна работать. Хотя там тоже далеко не все расписано, по моему представлению, там предложение должно быть не менее ста к этому положению, а их нету. Там 4-5 пунктов, по-моему, излагается и то, знаете, так, не совсем понятными этими аргументами. В чью пользу? Мне сложно сказать. Во-саком случае, я даже удивляюсь, что разработчики согласились на такое положение. Такое ощущение, что там тоже нет специалистов этой сферы. Что скажете о том, что российские пограничники покидают КПП на границе с Ираном? С чего это, под чьим влиянием это было сделано? Ну, вы знаете, я вообще считаю, что поездка нашего руководителя в Нью-Йорк и поездка в Москву неушерными оказались для Армении. Что там, что здесь мы ничего не выиграли. Оттуда мы привезли книгу турецкого президента, здесь мы услышали вот эту новость. На первый взгляд, с точки зрения армянина, жителя Армении, гражданина Армении, да, конечно, хорошо, когда контрольно-пропускной пункт контролируется собственными силами. Это прекрасно. Там была армянская таможня, российские пограничники, всего лишь паспорта проверяли, ну, и смотрели там проверяющий транспорт, чтобы нам ничего там снизу, сверху не было опасного. Вот это всего лишь. А все остальное функции, остальные выполняла наша таможня, таможня служба. И сейчас, ну, передали, 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 я ничего такого страшного в этом не вижу, тем более, что договор, вернее, положение о статусе российских пограничников в Армении, это предусматривает постепенная передача участков границы Армении. Так что, ничего удивительного я в этом не вижу. И ничего опасного не вижу. Иван Владимирович, на границе сегодня что-то происходит. Знаете ли вы что-то такое, чего не знаем мы? Ну, наши стремятся открыть границу с Турцией. Кстати, я вернусь к этой таможне, иранской границе. Это не случайно. Армянская сторона настояла, значит, или попросила, я не знаю, в какой форме это звучало, на это решение передать армянской стороне контрольно-пропускной функционерам. Насколько я понимаю, здесь власть наша пробивает сейчас безвизовый режим для граждан Армении в Евросоюз. И есть требования Евросоюза, чтобы границы контролировали армянские силы. Скорее всего, с этим связано. Поэтому они как там назвать, медленно спешим к этой цели. А что касается границы, знаете, вот этот жук-муравейники для нас, вот сейчас надо разобраться. Что нам хорошо, а что плохо. Смотрите, есть проблема анклавов с Адербайджаном, есть граница с Лурцией, с Ираном, которая в соответствии с соглашением о статусе российских пограничных войск в 92-м году мы передали российским пограничным войскам. Давайте экскурс сделаем несколько в историю. Почему все-таки в 92-м году мы решились на такой шаг? Я свидетель всех тех событий, которые тогда произошли. Я был депутатом парламента, я был тогда военкомом республики, но как пограничник я, естественно, не был равнодушным происходящему на границе, всему ли на тех участках, где я служил когда-то. И вот смотрите, на 92-й год ситуация сложилась такая. Советского Союза нет. На границе пограничные войска бывшего Советского Союза, названные российскими, где очень мало осталось офицеров, потому что украинцы ушли к себе, белорусы ушли и все остальные, как вы понимаете, по своим национальным республикам. Остались офицеры, которые русской национальности, чисто пожелали остаться в российских пограничных войсках, но они тоже каждый по-своему пытался уйти на более спокойный, перевестись на более спокойный регион. В итоге мало офицеров осталось, мало руководителей вот этих. Естественно, в этот период и призывом была проблема, мы призыв туда не давали вообще, да, и из России призыв туда почти не поступал. И такой ситуации, хаотичная такая ситуация сложилась на границе. Границы начали торговать, как вот те офицеры, прапорщики, которые не знали завтра, где будут служить, ну, каждый искал выгоду для себя. Вы знаете, и пошла контрабанда по границе. Причем, вы должны помнить, Аргават, вот эта дорога до Ичмацина, там Сома из Аракса, Сазан из Аракса, Толсоловик из Аракса, настоящая рыба из Аракса, и так далее, и так далее. Там бензин продавали, мол, тетя клянусь чистый бензин, так и рядом вот эти, ведь глушили рыбу хлором, там с дровчатками, незаконно лов, а он был запрещен по договоренности с тур, турецкой стороной, советско-турецкой стороной о режиме границы, это зона, там охота запрещена, рыбная ловля, запрещено, купание, запрещено, и так далее, и так далее. А все это началось. Я больше скажу, наших девушек, которые в то время очень легко и просто от условий оказались на улицах, их продавали на турецкие посты, и утром собирали деньги и девочек возвращали. Стадо коров, баранов перегонялись в Турцию, за корову турки платили 700 долларов, за каждого барана платили. И это факт, это не секрет, мы об этом говорили, я помню, совместно с оперативной группой погранвойской России, уже называлась здесь, в Ереване, начальником разведки, да, с полковником, мы поехали на заставу Шенаван, построили солдат, это факт, из карманов солдат мы достали 26 тысяч долларов. Это, понимаете, это невинно, что у солдат даже деньги, то есть все, кто могли, торговали границей. Я вам больше скажу, что и многое с позволения нас, армян, с граждан, проживающих в приконечной полосе, и в такой ситуации надо было найти какое-то решение, нам надо было найти хозяина границы. И мы пришли к выводу, что надо решить вопрос с Российской Федерацией. У нас собственных сил не было, потому что на Горном Карабахе, в Арцархе, началась война, причем активная фаза зашла тогда, а люди с трудом мобилизовывались туда, а на этот участок создавать свои собственные программы войска на этом этапе не возникло. Это же профессиональные войска, это не просто взял солдата и посадил автомат, дал и не охраняй. Это профессия, надо эту профессию учить. Этой возможности у нас не было. И потому 92-й год, когда приехал начальник Закавказского пограничного округа, тогда, да, генерал Плешко, я военком республики был, с документом уже парафировал в министерствах и ведомствах Армении, и мне по поручению президента передали как последнее мнение. И мы с ним сидели обсуждали эту проблему. Я несколько сомневался, как мне быть, я посоветовался с руководством, как же быть, ведь это чья граница? Она, у нас Армения с Турцией не имеет договора, это не армяно-турецкая граница, это советско-турецкая граница, на границе стоят советские пограничные столбы, противоположные турецкие пограничные столбы, на сегодняшний день там российские пограничные войска стоят, у нас возможности нет, чья это граница? А потому, значит, пришли к выводу, чтобы не загонять проблему в тупик, и более такие, политизировать ее рассудить дальше, какими договорами это граница и так далее оформлялась, и возможно изменения или невозможно изменения, мы решили оставить российские пограничные войска. И должен сказать, что с честью они выполнили эту задачу, российские пограничные войска, все эти проблемы были сняты, особенно, когда подромой войсками России начал командовать генерал Андрей Иванович Николаев, А здесь я сам добровольно с должности команды военком республики попросился на пограничные войска, потому что надо было создать орган управления пограничных войск, не дать растеряться офицерам пограничным специалистам и каким-то постепенно создавать свои собственные пограничные войска с условием постепенного приема отдельных участков границы, чем мы занимались. Правильно? Сейчас говорят о том, что совместно будут охранять. Понимаете? Ну, звучит для народа совместно, а до сих пор что она не совместная была. Ведь в 92-м году именно вот это решение было принято, что охраняем совместно, но под флагом российских пограничных войск. Призыв 50-50, 50% из России призывались срочники, 50% из Армении. Финансовое деление тоже было 50% на 50%. То есть одинаковый подход к этой границе. Но командовали российские пограничные руководства пограничных, гости Российской Федерации. Так было. И о том, что Россия очень доброжелательно относилась к этим проблемам, я имею в виду те коллеги, мои коллеги, там и так далее. В 98-м году генерал Бордюжа, знакомый вам, который потом был геннексиком ОДГБ, он приехал в Ереван, протокольно утвердили, что пограничные войска Армении состоялись, органы управления соответствуют всем требованиям и так далее, и так далее. И они предложили мне согласиться командовать объединенными пограничными войсками на территории Армении. То есть все эти войска хотели подчинить мне, то есть армянским пограничным войскам. И это предложение было сделано министру безопасности Седору Саркисяну, это предложение было сделано Роберту Кучаряну как президенту, и возражений не было. Я в течение почти месяца ездил по российским погранотрядам, объяснял, что их ожидает, что ничего такого резкого не будет, постепенно будем сливаться в одни войска, и так далее. Обещал многим чего, что, просил некоторых офицеров вдруг не думать о переводе, о переводе, и так далее. хороших офицеров. В итоге получилось, где-то через месяц мне передают письмо, ответ на письмо Кучаряна, Ельцина, о том, что поручено командующим пограничкам в России согласовать детали, но оставлять российские программы войска без изменений. То есть по просьбе нашей, по нашей просьбе, по просьбе Кучаряна никаких изменений не внесли, программы войска России продолжили оставаться на своих местах. И все. И этот принцип 50-50, как грубо говорим, он остался. Так было дело. Сейчас, значит, в какой форме это все будет, мне сложно сказать, но то, что за эти годы по причине финансирования ситуации в России, ситуации в Армении и так далее, русских ресурсов не хватает. Не хватает. И именно по этим причинам прошла так называемая, современный термин, оптимизация пограничных войск России на этих направлениях. Огромное количество застав были сокращены, всего лишь несколько застав. и кроме того, значит, поскольку программ войска, помните, была федеральная пограничная форума, ФПС, потом программ войска в 2003 году были переданы ФСБ России. То есть, раз ФСБ, значит, ФСБ несколько внесли какие-то определенные изменения в тактику действий этих пограничных войск. охрана границы. Это войсковая охрана границы, это инженерная охрана, и есть еще оперативная охрана границы, потому что ведется оперативная работа со стороны соответствующих служб этих войск. И поскольку ФСБ там, видимо, посчитали, что ставку надо делать в большей степени оперативную, как на территорию России, так, видимо, механически и какой-то я не могу подтвердить это, насколько реально действует, потому что это очень чудно, оперативно, значит, надо иметь доверенных лиц к генитару, и так далее, и так далее. Я не хочу влезть в эти проблемы, но то, что даже несмотря на это российским пограничным войскам действительно удалось сдержать все, конкретный пример, даже в дни 44-й войне со стороной Турции мы угроз не слышали, ничего не видели. Там летали дроны, мроны и так далее, но угроз границы не было, мы такого не слышали. Это говорит о том, что все-таки происходят в России, там что-то очень существенно имело значение, отрицать этого нельзя. Но поскольку мы коснулись границ, да, и сейчас как это будет, да, объемное командование, кто будет командовать, армянская сторона будет командовать или российская сторона, мне это неизвестно. Возможно, будет какой-то будет принят компромисс, допустим, по туркменскому варианту, в начале 90-х годов Туркмения в ответе от других стран пошла на объединенное командование, Туркмен был командующим, начальник штаба был русским, начальник разведки был русским и так далее, соответственно. Но они очень ускорены, очень быстро, грамотно, намного раньше, чем в других странах у них по-грамотски состоялись. Это ускорит. Но я подтверждаю, что на этом этапе вносить какие-то изменения на армяно-турецко- на иранской границе это неправильно, это невозможно, потому что у нас нет людских ресурсов, у нас нет технических возможностей охранять эту границу. И я уже предвижу, что начнется, извините меня, отдаю слово, тот бардак, который мы видели в 2002 году. Начнет, уверяю вас, там будут местные руководители лезть, там будут местные авторитеты лезть, криминал будет лезть, там будет торговля рыбой, там будет охота и так далее. Автоматами охотились, вы знаете, автоматами охотились на границе, пули перелетали на турецкую территорию. Мы нарушали все, что можно нарушить в соглашении о режиме границ. Я боюсь, что вот это повторится. А если не будут российских войск и будут наши, и будет такое поведение на границе, Турция безответно это не оставит. Поверьте мне, не простит такие ошибки на границе. Понятно. А что скажете о Зангизурском коридоре? Он все ближе? У меня такое ощущение, что проблема решена, просто об этом не говорят. проблема решена. Вот смотрите, девятый пункт о чем говорит? О том, что там должны стоять поглянь войска России. Ведь это написано, то, что наши говорят, это одно, но написано, это же правда. Хотите даже с этим опознанием сказать? Если в этот девятый пункт мы согласились еще года два назад или двадцатом двадцать первом году Карабах сегодня был бы на месте. Я не думаю, что я что-то такое. Я уверен, что Карабах бы остался на месте. Карабах остались бы на месте. Каким образом, чего, что я не знаю. Возвращение сотни с лишним беженцев сегодня не имели бы. Избежали бы трагедии. Зангизурский коридор. Смотрите, ведь там на самом деле что? Там стоят пограничные России. сегодня правильно? На КПП стояли, но КПП не контролирует, но КПП это в Иран, а на границе с Забадьяном КПП нету. Правильно? Там все закрыто, доминировано и так далее. Дорога, железная дорога то, что планируется. Правильно? Вдоль всей границы, вдоль Аракса стоят российские пограничные очка. То есть, если бы КПП мы передали на границе Российской Федерации, они уже стоят, поезда идут и так далее, а пограничные российские все равно там стоят. Они уже контролируют, мы же не убираем их. По факту они уже стоят, вопрос решен. Только стоит открыть КПП и добиться, чтобы наша таможня стояла, как стояла таможня на КПП с Ираном, и российские пограничные пропускали, проверяли паспорта. Это было бы нормальное решение. Нормальное решение. А то, что с этим связывают Армения, станет губернией, я не знаю, развалится Армения, Армению уничтожит, Россия своими интересами, это ведь не так. Абсолютно. Тем более, что вы понимаете, они стоят там, российские пограничные войска, они сегодня стоят. И мы, знаете, такое ощущение, что у нас нет чувства благодарности. 90% экономических отношений нашей торговли с Россией сегодня, да, на границе с Россией, а мы начинаем о чем-то другом говорить, от тяготения проявлять на другое место. Зангизорский коридор, проблема должна быть решена, в 21 веке закрывать дороги, границы и так далее. Мы же не идем сейчас на Кичевань захватывать, мы же сейчас на что-то другое не способны, понимаете. А потом современная война, дорога есть, нету, ну, для современной войны это ничто, ничто. Не нарушая границу, у нас могут быть проблемы. Я имею в виду со стороны Пурции, со стороны Азербайджана. Тем более, с 1 января Азербайджанская и Турецкая армия объединяются в одну армию, армию Туран. Зангизорский коридор, да, это серьезный вопрос, Иран принципиально ставит вопрос, и я думаю, что Иран заинтересован не только сохранение не только для интересов, исходя из интересов Армении, но и исходя из своих интересов. Потому что Иран не хочет, значит, чтобы Азербайджан и Турция активизировали на этом направлении и объединение двух этих Турких государств им не выгодно. Они опасаются сепаратистские движения у себя на территории там два десятка или более говорят именно тюркоязычных этих персов, да, пока так. Леван Владимирович, последний вопрос уже внутренне армянского такого назначения. Вы, безусловно, следили, наверное, вчера за скандалом в национальном собрании между какими-то депутатами Гражданского договора и Кярамяном, до этого имело место инициированное, опять же, Гражданским договором отставка министра юстиции. Кстати, еще там несколько замминистров подали в отставку. Нет ли такого впечатления, что Гражданский договор, так сказать, погнался за силовиками? Говорят, что после Кярамяна может встать и вопрос генпрокурора. Что это все такое? Вы знаете, то, что проявилось в парламенте, мы нечто подобное наблюдаем у себя на дорогах, везде, в быту, вообще, смотрите, стресс, да, значит, агрессия, депрессия, накопленные за эти годы, они уже сказываются. Посмотрите, сколько у нас людей погибают на дорогах. посмотрите, у нас, что творится на улицах в ночное время. Каждый день по ножовчина стреляют, убивают. Нет дня, чтобы не было подобной информации. Понимаете, государство, такое ощущение, что государство разваливается. Если Ленина читали, если Ленина учили, вот, давай вспомним его слова, да, вот, есть революционная ситуация, когда верхи не могут, низы не хотят. Понимаете, ведь низы не хотят и верхи уже реально не могут править. Другое дело, что некому делать эту революцию, потому что разношелось, нет единого мнения. Все хотят из мнения, объединиться для того, чтобы решить проблему, вот, обменяющей силы нет. Это проявилось и в парламенте, уже самоедством там занимаются разборки между собой. Но там, вы понимаете, Кучеряна хорошо знают. А Грандик хочет? Конечно, мы с ним работали, он не дурак. Вот вопрос, почему он организовал это мероприятие, он ведь мог не предвидеть, какие там разговоры будут, какие цифры будут звучать, количество, проценты увеличения преступности, огнестрельного и так далее, и так далее, наркотик. это все он наверняка знал. Ему же эта информация и до и без этого совещания на стол приносят. Зачем он организовал это, у меня вопрос. Зная его, понимаете, у нас, знаете, уже в этой партии, самой партии, есть люди, которые доминируют на роль доминирующего самца. Один из них, мне кажется, как раз Андроник Учерян-Ельц, он претендует на роль доминирующего самца. Там есть еще, но он один активный из этих. Ведь, понимаете, то, что Никол Пашинян в Нью-Йорке, в Москве, по всем столицам Европы на велосипеде катается, жена там моду представляет. В правящей партии всем нравится? Вы думаете, там не осуждают? Я уверен, мы армяне, мы не можем не осуждать. Обязательно, может быть, не публично, но в ночное время на ушко жене или жена на ушко мужу обязательно идет какой-то. Этого Никол со своей женой не понимают, что они уже раздражают этим действием, понимаете? Что значит велосипед? Это хорошая манера, это здоровье, это реклама, это пропаганда для молодежи, что перегибать нельзя. И это даже с точки зрения политического, потому что европейские политики тоже некоторые на велосипедах катаются и тем самым рейтинг повышает. Но в данном случае рейтинг падает. и он этого не не понимает. Какой из него велогонщик, посмотрите, как он ходит. Походка его, как он горбатый и животом этим его уже критикует везде и всюду. Ну, не хотел бы я личности затрагивать, но в целом, лучше, так нельзя делать. Так нельзя. Эти узда и жены, и детей, и все надо иногда регулировать. Этого у нас нет. Но, вы знаете, я хотел бы инициативно одну другую проблему с вами рассмотреть. Значит, я и у вас в студии и в других местах на разных встречах, я ни в какой парте не состою. Я говорю от своего имени, никаких этих самых одобрений ни в комментариях, нигде. ничего не ожидаю. 20 с лишним лет я уже не в армии. Предлагают мне идти воевать, так далее, как некоторые мне предлагают. Или говорить на армянском и на русском. Надо будет, скажу и на армянском, и говорил на русском. Вопрос не в этом. В Москву я не собираюсь, я гражданин России, гражданин Армении. Я живу здесь и так далее. У меня тысячи друзей в России, начальника бывших, подчиненных бывших. Я связан с Россией. И от этого я никуда не уйду. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что то, что я говорю, я говорю свое личное мнение. И связывать меня с какой-то партией и так далее не надо. так вот, я изначально говорил, когда касались вопросов делимитации демаркации, анклава и так далее, я говорил, ссылался на два карты 1926 года. На эти карты ссылался и Рубен Галчан, наш картограф, известный картограф. Значит, со определенного времени Рубен Галчан почему-то это не называет 1926 год. Вот, он во властных этих телепередачах комментирует, говорит свое мнение, но о 1926 годе он не говорил. О каждом 1926 года. Я не случайно говорил о 1926 годе. Я знал о том, что есть документ подтверждающий о проведении делимитации демаркации границы с Азербайджаном в отличие от всех других союзных республик. Но у меня этого документа не было. Об этом я слышал значит неоднократно значит от Владимира Мовсисяна. Когда я знал до 1988 года, но когда назначили меня командующими программовой скамей, я тогда с ним имел активное общение. Он мне рассказывал те беды, которые на голову свалились по этой причине и так далее. И он тогда говорил о том, что есть документ. Но знаете сложилась такая ситуация, когда у нас же эйфория, была победа, мы шли вперед и так далее. И об этом документе не говорили о делимитировано и демаркировано. Невыгодно видимо было нашим руководителям и вообще на эту тему вести какие-либо разговоры. В 1998 году Совет командующих пограничных войск очередное заседание проводил в Ереване. По итогам мероприятия была пресс-конференция. На этой пресс-конференции присутствовал начальник штаба пограничных войск России Халилов полковник Халилов его звали Инаяд Инаяд Халилов он очень публично причем настойчиво настаивал что давайте типа того лапшу не вешай друг другу на уши граница между Азербайджаном и Арменией делимитирована и демаркирована есть государственная граница между Арменией и Азербайджаном так и назвал государственная граница естественно я выступил против его этой аргументации сказал о том зная о том что есть документ но не могу подтвердить я салфался я думаю что я правильно сказал что государственная граница это была государственная граница между Арменией и Азербайджаном нет потому что государственная между двумя государствами устанавливается межгосударственным договором этого договора нет значит и границ нет есть административная граница он опять настаивал тут возмутился командующий погромовойсками России типа того мы профессионалы и так далее мол Степанян правильно говорит и ну поддержал да и самое наутро газета АСК у нас была я не знаю есть какая газета или нет она написала командующий погромовойсками Армении преподал урок начальнику штаба пограничных войск Азербайджана я в глубине души сознавал что я сделал но урок я ему не преподал я просто исходя из ситуации сказал правду что нет государственной границы есть административная граница но тогда Азербайджану было выгодно ссылаться на этот документ понимаете и у них этот документ есть понимаете у них есть этот документ они поэтому они а сейчас они молчат об этом документе потому что у них уже глубинные цели пошли другие цели понимаете и вот сейчас что получается бывший премьер министр Армении Гран Багратян добыл этот документ и буквально на днях значит в офисе демократической партии это объединение МИАСИ смести да организовали круговый стол и он там представил этот документ в деталях рассказал о том что еще в 1984 году когда Алиев был уже в Москве первым заместителем председателя совета министра в СССР по его инициативе значит он был уверен что какие-то территории могут отойти к Азербайджану и пользуясь своим служебным положением да тогда он решил значит вернуться к этой теме делимитации демаркации и была создана комиссия и проводили провели делимитацию демаркации госграницы значит 975 километра были демаркированы там проблема только осталась Севлич там на этом участке там 6 километров или сколько все было погран столбы были установлены чугунными этими самыми гербами союзных республик первая делимитация я должен сказать что была в 1926 году тогда еще поэтому я ссылался на карты 1926 года отрицая анклавы я и сейчас отрицаю анклавы потому что я в своих выступлениях говорил пусть Адабадян представит документ юридический документ о том что анклавы ихние анклавов нет вот поэтому протокол это в 89 году в 88 году был подписан 8 это документ и там анклавов нет понимаете абсолютно анклавов нет и поэтому я еще раз говорю пусть Адабадян представит документ по анклавов вот когда представит документ по анклавов обоснуется юридический это их тогда мы и скажем то есть документ о демаркации и делимитации границы Адмении с Азербайджаном от 89 года до 1 без анклавов без анклавов это мне не верят пусть послушают гранта Багратяна он очень детально все это там обосновывает понимаете поэтому ситуация изменилась вот этот документ я отдельно принес вот подпись я могу показать подписали Гусейнбеков НФ первый замечатель председателя Госагарпрома Азербайджанской ССР министр Азербайджанской ССР с нашей стороны Аганисян К.А. заместитель председателя Госагарпрома Армянской ССР далее Дадашев начальник управления землепользования и землеустройства Госагарпрома Азербайджанской ССР с нашей стороны Варданян Р.Б. начальник управления землепользования и землеустройства Госагарпрома Армянской ССР Саламов директор института Азгипрозем И Варданян ГХ, главный инженер института Армгиз Прозем. И самое интересное, внизу подпись директор института Висхаги Госагопрома СССР Бородин БФ. Значит, этот документ, этот протокол, это демонстрация, 6 гендарра, при водопадении 3 у нас, должно быть. И Бодлиник находится в Москве. Иран Батратян говорит о том, что этот документ был изъят первым вице-премьером Армении, Григорь Капио, который председатель комиссии по делимитации Демаркад сейчас. Первый вице-премьер в Армении. Этот документ находится у него, он его серьезно обвиняет, вплоть до государственной, предательства государственного предательства, предательства государственных интересов. Вот такая ситуация в этой области. Поэтому мы ждем развития событий, какие последствия будут после этого. Иран Батратян, я знаю, что активно работает. Значит, написано, соответственно, письмо, правительству, по-моему, прокуратуру, куда-то еще. И, кроме того, поскольку вот эти анклавы и так далее на картах указаны и подтверждаются Гуглом, и написано, соответственно, жалоба в американское посольство объяснить, почему Гугл нарушает это все. Не случайно это все делается. Вот такие новости последние наши. Да, очень интересные. И неожиданно. Я ожидаю какое-то развитие и с нашей стороны, и со стороны Дабадзиана. Не многое это придумано. Имело место? 88-й год, это документ. 88-го или 89-го года? Здесь дата не поднял. В протоколе здесь ссылаются на то, что в 88-м году закончили. Ну, видимо, до активной фазы Карабахского движения, это было уже закончено. Будете развить это? Я ожидаю, что развить и с нашей стороны, и с стороны Дабадзиана. Какие-то комментарии будут. Мне сложно предположить перспективы всего этого. Но факт остается фактом. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. Передача по факту подошла к концу. С нами был Первый военком, основатель погранвойск Третьей республики, генерал-майор Левон Владимирович Степанян. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал FastInfo.am. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!